Онлайн-платформа ProZakupka – это надежный сервис в мире оптовых закупок из Китая под ключ. Мы подобрали более 100 тысяч высокоморжинальных товаров, и наш ассортимент постоянно растет. Предоплату снизили до 10%. Сосредоточьтесь на росте бизнеса. Остальное мы возьмем на себя. Все самые великие бизнес-идеи приходят на основе уже имеющихся продуктов. И до Google уже существовали поисковики, но не такие релевантные. И смартфоны сенсорные уже были на рынке, но не такие удобные, как iPhone. Но мои идеи тоже не новые далеко, однако я всегда стараюсь сделать что-то лучше, чем вижу где-то еще. И мысль основать новый бизнес сегодня пришла ко мне совершенно неожиданно, когда я решил воспользоваться услугами другой компании. Если вы смотрели прошлую серию про студию подкастов, то помните, как в срочном порядке мне потребовалась болгарка. И я смог ее быстро взять за 500 рублей в компании, которая занимается арендой инструментов. Ну и нетрудно было догадаться, что вся эта тема покажется мне простой и гениальной, ведь у тебя всегда есть инструмент, и по сути ты можешь его бесконечно сдавать, многократно при этом окупая. На старт этого бизнеса у меня заваляло 150 тысяч рублей максимум еще с продажи велосипеда и прочей молочевки, поэтому я решил начать с выбора самих инструментов. Ведь глупо открывать компанию по аренде оборудования, не имея его. У меня есть три пути, и я не знаю, честно говоря, какой из них лучше. Купить оригинальный инструмент, но бы уж на Авито, зато дешевле. Купить новый инструмент, но китайский от NoName брендов. Или купить новый оригинальный инструмент, используя акции, скидки и бонусы в магазинах. Первые две дорожки я решил не пробовать, звучит ненадежно, фиг знает сколько уже работал бушный инструмент, то же самое и с китайскими технологиями. Так что решил назаказывать всего через Marketplace, товары выбирал исключительно из списка тех, что уже сдают конкуренты. Для выявления спроса я аккуратно покупаю инструмент, про который вообще впервые слушаю в своей жизни. Итоговая сумма закупки вышла на 94 419 рублей. Из этой суммы я получил еще 24 742 рубля бонуса через две недели после получения. И вот когда все товары прибыли ко мне, приступаю к распаковке. Первое, что мы распаковываем, очень странное, как будто бушная, на самом деле, хотя она новая. Очень странно, что она реально какая-то грязная. Это у нас бошевская, хорошая, качественная дрель-шуруповерт. Ну, хорошая, базовая, бошевская. Гаджет, с которого, в принципе, и начался этот бизнес, когда я просто решил взять в аренду болгарку. Макита. Я ее все равно не воткнусь, она потому что китайская. И даже есть диск. Он не отрезной. Но отрезной у меня тоже есть, это купленный. Недавно видел новость, как человек чуть голову себе не отрезал. Болгарок, мне кажется, надо брать еще, потому что их много не бывает. Я думаю, что это будет самое актуальное. Но все познается экспериментом, поэтому пока ничего не докупаем. Вот, кстати, здесь сразу вижу диски отрезные, которые я уже, как понял, купил очень дорого. Отрезные, защита от влаги. Ну, это какие-то прям максимально пафосные. Я, правда, порезал его ножом. Ну вот, там у нас получается 10 дисков вот таких. DVD-RV. Следующий гаджет, я думаю, в представлении не нуждается, ибо и так видно, что находится внутри. Но просто проверим целостность конструкции. Да, Денис! Сюрприз. Вот такая макита. Она, кстати, с европейской вилкой. Блин, а что она так воняет прям китайщиной? Точно оригинальная макита? Она прям ударная. Не думаю, что на маркетплейсе будет продаваться паленая макита под видом оригинальной с кучей отзывов хороших. Лазерный нивелир. Или простыми словами, лазерный уровень. Та вещь, которая постоянно... Которой я нуждаюсь, когда мы что-то вешаем, например, телевизор. Это вещь, которая стоит достаточно дорого, чтобы ее покупать себе на один раз, например, чтобы повесить дома картину, телевизор, кронштейн, все что угодно. А вещь-то реально полезная и, в принципе, не ресурсоемкая. То есть особо не ломается полупрофессиональный нивелир с контролем качества, с фломбами. Здесь всякие разные крепления. И внутри еще есть штатив. Без видеоголовы, но штатив имеется. Так что тут все хорошо. Далее штроборез ручной. Я не понимаю, как это работает, зачем оно нужно. Ну, я понимаю, что такое штробы, для того, чтобы розетки можно было в стенах делать. Но как вот он ручной работает, я, честно говоря, не понимаю. Ну, в общем, я не буду, я боюсь. Короче, это та же самая болгарка, по сути. Просто с возможностью штробить. Идем дальше. Вот что это такое, я не знаю. Но это тоже в аренду часто сдают. Чем это отличается от обычной пилы? А, у меня прям такие маленькие зубилы. Работает. Слушайте, шикарно. Она по дереву просто. Давай я здесь покажу. Да не надо. Дальше. Вот это я вообще не понимаю. Какие-то рельсы. Шпала. Плиткорез. Вот это как раз для тех, кто занимается ламинатом. Но я не буду это вскрывать, тут слишком много деталей. Да и плитки у меня нет, чтобы порезать. Но тоже интересная тема. Написано Professional. Какая-то большая коробка. Но я догадываюсь, что там может быть. Догадываетесь ли вы? Поставьте видео на паузу, напишите комментарий, если угадали. Это будет интересный такой экспириенс. Но это уже самый серьезный аппарат, который я купил. Фух. Это, конечно, да. Сварочный аппарат позволяет нам что-то приварить. При этом он полуавтомат, то есть работает от розетки и от газового баллона. В общем, с полуавтоматом предстоит еще разобраться. И, скорее всего, его будут убрать уже знающие люди. Я так смею предположить. Тут надо где-то газовый баллон подключать, где-то электрод, где-то катод. Все очень индивидуально. Ну и последнее. Вот такая вот штука. Это хорошая тема. Это пылесос, но не просто пылесос, а каурхер. Это хорошая компания считается. И не просто каурхер для дома, а это именно для строительного мусора пылесоса. Это маленькая модификация, не супер дорогая, не супер вместительная, но она вполне себе подойдет. Теперь, друзья, мне нужно немножко времени переварить все вот это вот купленное. Разобраться с ценовой политикой, почем это все будет продаваться. Выявить окупаемость для того, чтобы это все не просто здесь как мусор валялось, а приносило, самое главное, постоянный, относительно пассивный доход, а еще и было куча своего оборудования, которое ты можешь использовать для, например, того, чтобы что-то пропылесосить. Очень удобно. В современном мире смартфон стал одним из самых важных вещей в жизни абсолютно любого человека. Неважно, кто вы, не знаю, учитесь в институте, занимаетесь бизнесом, как, например, я, или просто геймер. И знаете, подобрать смартфон по хорошей цене, та еще задача, цены просто сейчас космические, там, за сотни тысяч рублей зашкаливают. Однако, варианты еще остались, и один из вариантов у меня сегодня в гостях, это Poco F6. Poco F6 — это новый смартфон, сочетающий по-настоящему флагманские функции и возможности по разумной цене. Начнем с того, что в Poco F6 есть топовая технология игровой оптимизации Wild Boost 3.0, которая снижает энергопотребление, повышает отклик и стабилизирует FPS. Более того, смартфон снабжен мощным процессором Snapdragon 8S Gen 3. С эффективной технологией охлаждения Liquid Cool 4.0, с системой Ice Loop, благодаря чему вы сможете играть даже в самые топовые игры, не переживая за количество FPS, которые телефон будет выдавать, ну и самое главное, за перегрев. И вот вы опять скажете, там IDN, реклама, все дела, мы не верим. Сейчас тогда давайте я вот прям возьму, у меня есть вот такой специальный технологический инструмент, мечтаю его в аренду сдавать, кстати говоря, и пойдемте в более теплое помещение, туда, в общую скупку, и кое-что замерим. Так, ребята, как видите, я сейчас одновременно управляю и самолетом, и пытаюсь здесь что-то в танках еще выиграть. То есть у нас одновременно запущены две независимые друг от друга игры. Можно еще открыть и третью, но у меня столько рук нет, чтобы здесь всем этим управлять. Везде я выставил максималки, и сейчас мы проверим самую интересную температуру при помощи вот такого вот прибора. Красным у нас отображаются самые горячие точки, синим самые холодные, видишь, здесь есть также градация температуры. И в самых горячих точках температура колеблется в районе 39 с копейками градусов, что реально очень хорошо для двух, напоминаю, запущенных игр одновременно, еще и приложениями, там фоном открыты кучи. Учитывая, что у нас еще отключен кондиционер в помещении, в принципе, жарко, температура чуть выше тела человека, позволяет нам сделать выводы, что этот телефон более чем прошел тест на температуру, ну и на геймплей в двух играх одновременно. Ну и не одними играми телефон силен, если вы хотите запечатлеть какие-то моменты, посмотрите, какие здесь огромнейшие камеры на 50 мегапикселей, с оптической стабилизацией, чтобы не было смазанных кадров и дрожащей картинки на видео. Ну и чтобы часами не сидеть у розетки, в комплекте, подчеркиваю, в комплекте, то есть прямо из коробки идет мощнейший блок питания, зарядный на 90 Вт, для того, чтобы быстро и мощно заряжаться. И все это великолепие в стильном корпусе с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Так что если вы искали мощный, стильный, самое главное, холодный смартфон по разумной цене, то, пожалуйста, ссылочку оставляю в описании. Узнавайте там больше про Poco F6, потому что реально это модель для тех, кто хочет найти баланс между ценой и производительностью. И совсем забыл, вернее, чуть не забыл про вот это великолепие. Это стремянка. В целом не буду ее даже распаковывать. Когда пригодится, тогда и пригодится. Обычная длинная стремянка. Это все. Теперь мне нужно что-то делать с горой этого оборудования. И тут есть две проблемы. Первая, я умею орудовать только болгаркой, и то сомнительно. А второе, у меня не хватает на все времени. И решение было найдено. И нет, друзья, не сотрудник, а куда интереснее, партнер. И это Антон, который раньше был перекупом в скупке, а сейчас готов двигаться вверх по карьерной лестнице. С ним мы обсудили и разделили права каждого человека и договорились сотрудничать по системе 50 на 50. То есть с этих пор Антон получит 50% акций новой компании и будет заниматься анализом оборудования, выдачей, введением учета и публикацией объявлений. Ну а я буду заниматься закупками, маркетинговой стратегией, креативными моментами и духом будущей компании. Ну и еще буду выделять деньги, если они потребуются. Я буду отдавать Антону половину чистой прибыли от компании за вычетом всех расходов, кроме, само собой, расходов на сами инструменты. Самый главный плюс заключается в том, что у Антона уже есть опыт с инструментами. В принципе, работал в похожей организации, но вы занимались не арендой, вы наоборот брали в аренду, да? Правильно? Брали и покупали. Ну то есть в целом у тебя есть представление о рынке, хотя он, конечно, немножко отличается от вашего. Да, там более дорогое оборудование было. Более профессиональное оборудование. Здесь у нас основная задача, основной расчет этого бизнеса, мини-бизнеса, будет именно на потребителе, которому просто, например, человек хочет, что-то рукастый человек, но у него нет, например, лазерного уровня или у него нет шуруповерта, ему нужно быстро взять этот шуруповерт за какие-то условные деньги, взять его, забрать здесь в центре города, удобного метро, и вернуть его условно завтра, когда он там повесит картину, чтобы сэкономить на этих мужчинах, которые приходят за большую стоимость. Хотя человек рукастый просто без своего оборудования, потому что не так часто оно ему требуется. Ну и также какой-то там плиткорез, что-то еще. Это все мы будем выдавать. Должны как-то определиться с новой политикой, все это выложить, делать, наверное, или отдельный аккаунт, или пока на мой Авито, в общем, у меня там отзывы есть, чтобы хотя бы не с пустого начинать, чтобы было проще. Изучить цены, изучить рынок, и уже пытаться понять, кто что будет брать, и будут ли брать вообще. Так что все, поздравляю, вы теперь директор болгарки. По Авито решили создавать все же отдельный аккаунт, но любой бизнес начинается с названия. И очень долго я, креативный директор, между прочим, думал над названием, и в итоге в голову вбрело простое сочетание слов «Ремонт и аренда». Сократив и совместив, получаю лаконичное название легендарнейшей компании по аренде оборудования «Ремарен Мир Аренда». Звучит, как мне кажется, шикарно. То есть сразу какой-то резкий приход, и я понимаю, что все, мы будем «Ремареном Мир Аренда». То есть называется компанией, вот полное, полное название «Ремарен Мир Аренда». «Ремарен Мир Аренда». Денег на логотип нет, так что прошу нейросеть сгенерировать. Несколько раз она делала не то, чего я хочу, пока не остановились на вот таком варианте. «Ремарен Мир Аренда». Эти фишки внедрим и мы в «Ремаренде Мир Аренда». И еще у многих есть бесплатная доставка, тоже фишка, которую, наверное, чуть позже внедрять будем. Мы создали отдельную карточку товара для каждого инструмента. Цены рыночные. 450 рублей за болгарку и штаборез, 350 рублей за перфоратор, 300 за лазерный уровень, 500 рублей за сварочный аппарат, 500 за сабельную пилу, 400 за пылесос и плиткорез. За размещение каждого объявления я отдал авито по 705 рублей. Самое сложное в пустом аккаунте найти свои первые заказы. И несколько дней подряд их просто-напросто не было. Поэтому решил я потратиться на продвижение. Из всех своих карточек за первые два дня больше всего просмотров собрали сабельная пила и сварочный аппарат. Соответственно, делаю вывод, что это самая интересная позиция для людей. Они их ищут, по крайней мере. Поэтому покупаю продвижение на сварочник за 3611 рублей. А пока нет клиентов, я изучал основы бизнеса и самое главное, старался сделать так, чтобы эта компания не совершала ошибки прошлых. Да, вот это отсутствие мотивации, разлад в коллективе и все дела. Я прочитал кучу литературы и все бизнес-тренеры пишут про так называемый тимбилдинг. И то, что на моральной мотивации все держится. Поэтому я решил добавить мотивации Антону, отметив в третий день кампании Ремарен Мир Аренды и по сути сделать ее первое официальное открытие. Мы официально, друзья, открываем кампанию Ремарен Мир Аренды. Торжественно сейчас взорвем это все. На счет 3. Раз, два, три. Бизнес расширяется, еще не успев начать работать по сути. Пришли последние два инструмента из этой поставки. Вот такая Макита. Просто, чтобы расширить ассортимент, чтобы было больше. Потому что я чую, такое будут часто снимать. Все оригинальное. Professional Tools. Блин, я здесь что-то реально все оригинальное. Выглядит как тяковское. И вторая, аналогичная, точно такая же, накидка. Все. А после первого торжественного открытия, спустя какое-то время, пошли первые звоночки. Девушка спрашивала про сварочный полуавтомат. Больше всего я волновал газовый баллон, который мы в аренду к сварочнику не даем. Потом звонили с того же рекламного объявления с полуавтоматом, но спрашивали именно про болгарку. Это все потому, что каждой карточке привязанным прайс-лист со всеми остальными инструментами. То есть можно было в принципе и сэкономить, выложив только один пост, одно объявление с инструментом в аренду, а все остальное оставить там вот в этой графе. И тут, о чудо, впервые настоящий клиент на перфоратор. Причем реально он едет прямо сейчас. Все это настолько быстро произошло, и никого не было на месте, да и договор мы не успели еще составить. Пришлось отдать им дрель на сутки, сфотографировать паспорт на всякий случай и получить свои первые 350 рублей прибыли. И как только оригинальный ударный перфоратор тирадрель Макита забрали, я немножко стал переживать. Опять же, залог мы не брали, даже договор не составляли. И ради успокоения себя я решил проверить по базам ФССП тех, кто только что забрал инструмент и, мягко говоря, ошалел. Огромное количество долгов, кредитов, наличие проблем с микрофинансовыми организациями. Ладно, если завтра не вернут, начну уже бить тревогу. И на мое удивление, спустя сутки мне приносят инструмент в целости и сохранности. После этого я пообещал себе не строить мнение о людях по данным из открытых источников ФССП. Ну, чтобы избежать подобного, делал все же договоры аренды оборудования. Но я, в принципе, и так, как хотел делать, просто не думал, что первые клиенты вот так попрут. Спустя несколько дней снова к нам едет клиент. Опять по объявлению со сварочным аппаратом за перфоратором Макита. В этот раз оформили договор, приехал мужчина, вернее, водитель этого мужчины и забрал перфоратор. Огромный потенциал у этого бизнеса раскрывается прямо сейчас и прямо, знаете, много энергии, то, что прет. Надо этот момент отмечать. Да легко. Ну что, друзья, сегодня мы торжественно со всеми отмечаем пять дней компании Ремарен. Это, по сути, конечно, небольшой срок, можно так сказать. Ура! Так, вы как директор, пожалуйста. Ура! И снова писали про баллоны для сварочного аппарата, которого у нас нет. Я уже подумал купить, но один такой баллон стоит почти шесть тысяч рублей, а его нужно где-то хранить. Да и хватит одной заправки на примерно сутки сварки, то есть потом придется покупать новую или опять же перезаправлять. Писали и по перфоратору, который пока занят, написали по аренде Шурика, правда, у клиента нет российского паспорта. Зато он хочет взять его аж на два дня, получая паспортные данные другого государства для составления договора и прилагаем еще взять что-то. Вместе обойдется в 2800 рублей, но клиент стал торговаться до двух с половиной. Якобы он будет постоянным клиентом и все дела. Пообещали в следующий раз сделать за две с половиной, если он будет такой же набор брать или другой. Компания Ремарен, работаем, сейчас будет самая-самая жирная сделка, надеюсь, она состоится. Уже распечатаны вот все, куча договоров на каждый инструмент. И сейчас Антон, директор компании Ремарен, пошел встречать клиента, потому что он потерялся. Вроде человек по профилю адекватный, нормальный, плюс хочет работать постоянно с нами. Это очень классно. И самое главное, его как-то ублажить, чтобы он в дальнейшем тоже с нами работал, потому что ремонтов у него, говорит, много. Это прям, ребята, очень хорошо. Я удивлен, что это все прет просто вот с нифига, просто прет, без каких-либо дополнительных усилий. Это если я не даю вообще-то поврежу, то я вам скажу? Нет, это просто в случае полной неисправности, допустим, полностью прям сломали инструмент. Или выкинули, потеряли. Это только не жгли. Оформляем клиента, он подписал все это кучу договоров и получаю 2800 рублей. Это уже прям серьезные деньги, не по 300 рублей. Кстати, еще один повод для праздников, первый отзыв. В общем, со временем бизнес встал на поток. На регулярной основе брали инструмент, как правило, болгарку и перфоратор по 350 рублей в сутки. Пообщавшись с клиентами, оказывается, остальные компании сдают все в три раза дороже, хотя я смотрел объявления конкурентов и выставлял такие же цены. Но, как выяснилось, вот это вот от 350 рублей в профиле это все замануха с максимальным сроком аренды, там чуть ли не на год, если брать. И спустя некоторое время все же решили поднять ценник примерно в полтора раза. И не забываем про тембилдинг и то, что пишут в книгах. Везу в честь 9 дней компании Антона в командировку в Москву на тяг. Мы решили попробовать взять недорогой инструмент, но вроде как говорят качественный. За все мы заплатили 9400, мы купили один гайковерт, правильно? Тяжелый, чтобы он был прям мощнее. В принципе, для проверки спроса это все пойдет. Вот, как бы мощный. И взяли аккумулятор на болгарку, вот такую, потому что на болгарку спрос имеется, а вот на аккумуляторную болгарку еще больше. Ну, точно знаем, что это база. Ну, вот такая. Посмотрим, как оно выдержит, сколько оно вытянет у нас. Пока вот все. 9400 рублей. Все, спасибо. Все вам, спасибо. Такая вот покупка спонтанная получилась, но ремомер... Ремарен, ребята, мир аренды. Аренда инструментов. Это будет гениальнейший бизнес просто. Надо, я думаю, какую-то тоже небольшую такую межособочек замутить. Поехали. Мы специально, видите, взяли без наклеек, чтобы это было просто обычный гайковерт и обычная беспроводная болгарка, потому что, ну, сами понимаете, качество отличается от оригинального в любом случае, но посмотрим, что скажут клиенты. Издавать мы это будем просто как гайковерт определенной мощности и болгарка с тоже определенными характеристиками, которыми соответствует именно эта версия дешевой, так скажем, болгарки. Ну и бизнес-встречи в ресторане, обсуждаем дальнейшие планы компании, ну и, конечно, без празднования никак. Ну что, Антон, хочется поднять этот бокал на 9 дней нашей компании, чтобы у нее дальше были тоже дни, чтобы мы расширялись, уже наконец-то вышли в офис и вместе сделали хороший, успешный, стабильный, пассивный бизнес на аренде электроинструментов и прочего оборудования. С праздником! 9 дней! Пусть каждый бизнес будет вот с таким размахом. Это ремарен, мир аренда. Тимбилдинг делает свое. Тем временем пришли бонусы за заказ инструментов. Я купил шуруповерт тире ударную дрель тоже макиту. Ремарен, мир аренда, друзья, пополнение у нас. Вот это вот тяковская приехала. Уже Антон, вот он тут фоном, можете видеть, сидит, работает, вовсю заполняет объявления. Мы будем, значит, этот замечательный тяковский гайковерт. Он реально тяжелый. Я даже его удержать не могу, по факту реально тяжелый. Я надеюсь, что он хотя бы чуть-чуть протянется в нашей компании, но цена реально приятная, в отличие от гайковертов, которые продаются в инструментальных магазинах. И это новый товар в любом случае. На практике мы его не проверяли никак, потому что нечем было откручивать колеса, да и не было такой цели. И вот такая вот тоже ноу-бренд, ноу-бренд, электрическая болгарка. Вот это прям тема, мне кажется. Сейчас это тоже все пойдет в продажу. Вернее, сейчас это тоже пойдет все в объявление нашей компании Ремарен. Теперь в компании прям пополнение ассортимента. Радует еще и то, что за почти месяц работы инструмент не украли и не сломали. Вот что значит психологическая чуйка и грамотная проверка. Лазерные уровни вот стали брать хорошо, но в основном перфораторы, классика и лидеры аренды. Ребята, поток клиентов на Ремарен просто бесконечный. Сейчас у нас пришли забирать еще один инструмент. Сейчас составят договор с клиенткой и передадим инструмент. Самое приятное, накопили 5 живых отзывов от реальных клиентов и все на 5 звезд. И мы приступили к подсчетам месячной прибыли. Вложив в этот бизнес 110 тысяч рублей вот прям на все под ключ, так скажем, вычитая налог и ту самую рекламу, чистая прибыль компании составила 9 895 рублей. Из этих денег точно такая же. И это еще закрыт именно календарный месяц, а не месяц самой работы, потому что компания Ремарен Мироренды была основана 6 июня. И скоро компания Ремарен Мироренды будет отмечать уже месяц. Месяц нужно отметить с каким-то размахом большим, чем другие наши корпоративы, которые здесь были, потому что реально, ну, это уже цифра. Однако, кроме тех финансовых результатов, которые вы только что увидели, хочется отметить и три самые неликвидные позиции. Возможно, вам будет полезно, если вы хотите заняться вот таким же бизнесом. Только не называйте компания Ремарен Мироренды. Правильно? Правильно. Это у нас получается штраборез, плиткорез и сварочный аппарат. И больше всего обидно за сварочный аппарат, потому что, если даже сравнивать стоимость этого и этого, он стоит больше всего. И вдвойне обидно то, что по сварочному аппарату в первое время и сейчас до сих пор есть интерес, есть актив у людей. Но все, что им требуется, это газовый баллон, который мы предоставлять не можем, который мы не знаем, где хранить. Штраборез, ну, тоже люди... Я думаю, на него будет спрос чуть позже, когда... Да, потому что, знаете, в пыли я тоже представляю, вот там без кондиционера сидеть, это все дышать, не, ну, не вариант. Поэтому, скорее всего, это просто такие позиции низкоспросные сейчас, сезонные, а вот это, ну, самое, конечно, обидное. Еще у нас, конечно, там тяковские инструменты, которые мы покупали, пока не сдаются, но, опять же, эта болгарка, я думаю, что на нее точно будет спрос у ШМК, потому что на другую болгарку есть спрос. Однако, компания Ремарен растет. На следующий месяц у нас план это офис обязательно, ну, на полном серьезе говорю офис, это отметить месяц, какую-то снять корпоратив, потому что, опять же, корпоративная этика, и вот реально за счет корпоративов, за счет того, что компания растет, за счет всех вот этих вот конкурсов и прочих, у нас какой-то командный дух приобретается, правильно? Да. Сотрудников? Ну, это когда уже будет больше постоянных клиентов. Когда будет больше постоянных клиентов, больше сотрудников, больше сервиса именно для клиентов, то есть, ну, примерно расти, чтобы компания Ремарен была самой лучшей компанией по аренде инструментов в городе Санкт-Петербург как минимум. Потом дальше уже франшиза открывает новые точки, например, в спальных районах попробовать. Короче, это просто бизнес, нет потолка у него, как, например, у других бизнесов, да, которыми я занимаюсь иногда. И самое интересное, еще добавлять больше всякого разного, добавлять в аренду еще и, например, мойщик окон, тоже есть такая идея. Какие-то бытовые штучки, дрючки, то есть, не останавливаться на инструментах, то есть, это мир аренды, на то он и мир. Можно взять в аренду, будет здесь буквально все, чуть ли не айфон. Вот это прикольная тема. Чтобы это было прям, ну, вот реально, планов просто много. И самое главное, чтобы они все осуществлялись, обязательно следите за историей Ремарена. Пока, конечно, результат финансовый, ну, вы сами все видели прекрасно. Однако я уверен, что в следующей серии мы хотя бы сможем уже выйти в ноль и будем постепенно наращивать потенциальных клиентов. Потому что, опять же, это все с полного нуля и получилось Авито раскрутить аж на пять отзывов. Ну, в общем, реально, прям хорошо идет, мне нравится, очень нравится. Так что подписывайтесь на канал, пишите свои советы в комментариях, возможно, что-то посоветуйте, что купить стоит из-за другого оборудования. Вот и все. Ремарен, мир аренды, работает, живет и будет жить еще как минимум один месяц. Надеюсь. Все, всем спасибо, удачи. Пока, подписывайтесь в социальные сети внизу. Телеграм тоже у вас на экране. Все, мы будем...